Всем привет, с вами я, Влоджер, и сегодня у вас будет продолжение 60 парсек. Погнали! Так, выходим... Не заработало. Зато это семья вернулась, семья Петерсонов. А чё, он типа не зарядился от атомной батарейки, нет? Вы подсоединены к нему... Вы подсоединены к меха собаки батарею. Начала мигать какая-то лампочка, так что это хороший знак. Прекратите так пристально на неё смотреть, капитан. За ночь ничего не произошло. Скорее всего, роботу нужно несколько дней, чтобы полностью зарядиться. Просто дайте ему время. Окей, подождём, какая разница. Вот у нас опять эти тараканы вернули. А мы нашли, кстати, и прилотвёрку. Ну, я ещё не знаю. Кто рисует на стенах? Диди! Так, вы должны покушать. Это да. Это я верно сейчас заметил. То, что вы хотите кушать. Вы хотите кушать. Так, ты слаб, но ты не хочешь кушать. А я не переработал... Блядь, вот тупой. Я не переработал маску. День просто никуда потратил. Так, получается всё, надо принять решение. Капитан, то есть, вместо разумных тараканов, которые вы когда-то пощадили, похоже, совершенно освоились в шаттле. Сейчас Питерсон и Зен затеяли ремонт в своей таракане норке. Хотят обустроить вторую норку, чтобы Бетти, их дочь, подросток, перестала думать о переезде. Шум, наносящийся из этого сооружения, не даёт вам спать. Может быть, если вы вежливо попросите Питерсона вести себя потише, то они поймут, нельзя, чтобы между соседями возникала вражда. Вы поговорите с ними. Не, если мы не будем с ними драться, окей. Я согласен, давайте мы с ними поговорим. Давайте поговорим. Мы же не будем с ними драться, мы просто поговорим. Да? Тогда окей. Пусть живут тараканы, пусть они живут. Мне кажется, они проблем нам не доставят, они просто живут. Это наши домашние питомцы, ё-моё. Вот это наши домашние питомцы просто. Кстати, в какой норке вы там живёте? А, понял, они, скорее всего, в этой норке. Ну, либо в этой. Но точно не в этой, а то вы совсем уже тупые. Так, они жрут, Эйприл пошла. В смысле срок один день? Она чё, уже на сорок девятый день уже придёт? Вот это круто. Это, это круто. День сорок восемь. Так, минус маска, зато это. Так что... Вы подошли к таракане норке и спокойно поговорили с отцом семейства, Питом Питерсоном, о том, что не стоит так громко мешуметь под ночам. Добрый таракан рассыпался в извинения и признался, что из-за экспериментов, в результате которых его семейство стало разумными, сам того стал глуховат. Он пригласил вас на обед, но вам пришлось отказаться. Вы бы не помешали у него на кухне. Дополнительная порция пошла бы вам на пользу, Капитан. Малыш всё ещё считает, что вы друзья... Что мы друзья... Может, хватит уже? Не задумывались о том, что вы жрёте? Да хрена. О, я могу маску, кстати, сделать. Ну, ладно, придёт ещё время, нам надо сначала всех пока... Ты хоть тоже хочешь жрать? Давай, тебя тоже покормим. Капитан, я нашла на поверхности планеты кое-что интересное, как будто двое развлекались, играя в огромные крестики-нолики. Но эту партию они так и не доиграли. Игровые фишки сделаны из минералов, которые могли бы нам пригодиться. Я, конечно, не из тех, кто любит портить чужое веселье. Но, по-моему, если поглядеть на доску, то станет понятно, что выиграл. Кто выиграл. Так что они вряд ли станут возражать, если мы попортим их нолики и крестики. Возьмём на себя смелость собрать эти фишки и использовать их как источники ресурсов. А знаете что? Капитан, я нашёл, например, у меня что-то интересное. Как будто двое развлекались, играя в... Как будто двое развлекались, играя в огромные крестики-нолики. Просто поймите. Огромные крестики-нолики. Нолики. Огромные крестики-нолики. Вы понимаете? Если они огромные, то получается и те, кто в них играл, тоже огромные. И поэтому нам как бы воровать у огромных... Ну, блядь, ну, как таракан будет воровать у меня, например, крошку. Это тупо. Это тупо. Я не буду это делать. Не. Я отказываюсь. Так, что у нас производится? У нас производится суп для этих траглодитов, которые хотят только жрать. Так, тарара, тарара. Всё, погнали в следующий день. Опа! А чё ты пришла? Вот. Может, это и к лучшему. Если фишки такие большие, представьте, какого размера должны быть их хозяева. Вот именно. Я про это. Это очень страшно бы было. Четыре супа! Тупо! Эй, перел, да... Блядь, спасибо! Спасибо! Блядь, ты не хочешь жрать, но я хотел тебя ждать пожрать. Вот реально. У нас двое уставших. Вот чё там, я не понимаю. А чё там на складе, что ли, работали? Что там такого вы творили, что вы прям такие уставшие все? Делать суп. А сколько у нас супов? Пять супов. Ну, давайте производить суп. Какая нам разница? Нам суп как бы тоже нужен. Диди, готова ли ты? Вторая половина? Вы чё, встречаетесь? Нифига себе! Так. Ну, блядь, ну, конечно, я чё-то... Я чё-то продумал то, что они встречаются. Вот это круто. Я чё-то не ожидал, потому что они сразу будут встречаться. Так. Ну, чё, тогда давайте, Диди, ты пойдёшь в музей. Да. Ты пойдёшь в музей. Так, в музее ты, получается, что сделаешь? Я тебе дам... Пистолет. Там чё? Там как-то странное. Короче, я тебе дам броню и пистолет. Окей? Всё. Пойдёт Диди... А, почему? Я не могу капитана послать. Я не могу. Я пытался. Я не могу капитана послать. Сейчас быстренько посмотрю, что я могу с камней делать. И с камней я, по-моему, могу... Что делать? С камней модернизировать? Что я могу делать из камней? Ебать. А, ремонтировать из камней я могу. А? А, я могу изготовить... Ну, давайте изготовим маску. Бля, ну давай пойдёшь туда. Окей, Диди. Всё. Всё. Да, так, надо принять решение. Так, давай... Короче, объясняю вкратце. За окном у нас есть Луна Парк. У нас его открыли. Есть, короче, два аттракциона для нашего капитана. То есть, я вообще как-то не понимаю. Эти у нас все, получается, работают... Все они там работают, трудятся, пахают за всех. Зато наш капитан пойдёт развлекаться в Луна Парке. Вот он Мудила, конечно. И, короче, там есть два аттракциона. Первый аттракцион это, короче... Тебе надо что-то там сделать. Давайте я ещё раз прочитаю. Две игры могут подойти вам. Скрутка проводов при нулевой гравитации и лабиринт. Скрутка проводов при нулевой гравитации. Короче, там что-то надо делать в нулевой гравитации. То есть, без гравитации. Это на ловкость. И лабиринт, который растягивает пространство. То есть, ты идёшь, а тебя колбасит. Я, короче, выбрал всё-таки лабиринт. Я думаю, для него лабиринт будет гораздо лучше, чем прыгать в нулевой гравитации. Кстати, она устав... А, он тоже был уставший. Точно. Вот надо подождать, и они вернутся в норму. Пипец. Диди и Эммит, они вообще кайфуют. Они вообще чистые. Блядь. Эйприл и малыш, они оба уставшие. Но зато все живы. Зато все живы. Это хорошо. Так, что у нас изготавливается? У нас изготавливается маска. Хорошо. С богом. День пятидесятый. Так, ох. Он что, губу прикусил? Задача выполнена. Примите пять удачных решений, касающихся характера. Интеллект. То есть, у нас получилось нормально что-то сделать. Так, у нас еще одна задача есть. Так, погодите. Что у нас? Где мои тапки? Вот они, мои тапки. Чекущее задание. Зарядить и активировать робособаку. Но надо еще чуть-чуть подождать. И он зарядится. Кстати, сколько у нас супа? Ой, бля. У нас? Нифига себе. У нас пять супа. Так, я так понимаю, мы пока что будем изготавливать суп. Да? Она хочет кушать. Он это. Ну, давай я тебя покормлю. Вот, вот. Ээээ. Я тоже так могу. Так, она покушает. Окей. Я не против. Так. Кстати, давайте прочитаем, что он сделал все-таки в Луна-парке. Мне это интересно стало. Перед тем, как космический карнавал капитана Щербета улетел, вы решили попробовать пройти лабиринт Зорбатора. Бесконечно зацикленный лабиринт с червоточными, в которой обитает многородный Зорбатор. Вы не теряли концентрации и быстро нашли выход. А, и все? Очень интересно, ты там провел свое время, конечно, капитан. Хорошие новости. Да, блядь, он очень странно выглядит. Хорошие новости, капитан. Если мои подсчеты верны, робо-собака очень скоро активируется. Не стоит так радоваться. Сегодня этого не случится. Процесс зарядки должен совершиться через пару дней. Если вы хотите что-то доделать, то, наверное, лучше заняться этим сейчас. Если честно, эта робо-собака действительно выглядит немного скучной. Я соглашусь с чем, что любой робот это хорошо. Даже без всяких дуделок и свистелок. Но, наверное, проявляется моя излишняя рациональность и старомодность. Вы можете установить какие-нибудь модификации, если вам действительно очень хочется. Только, пожалуйста, не нужно добавлять блестки. Ими пользуются только испорченные роботы. Мне блестки не нравятся. Они шероховаты, грубы и раздражают. И везде летают. Так, ну давайте тогда, что? Мы гений и обычная сила. Нам надо силу прокачивать. Вот если бы у нас тренировка силы была, я бы согласился с Эммитом пройти. Но только она хочет... Мне её жалко. Вот посмотрите, мне её жалко. Давай её, кстати, на превью добавим. Какая разница? Вот если робо-собака не вклюшится, хотя бы её добавим на превью. Так. Что у нас ещё? Диди отправилась на три дня. Окей. Пока её нету три дня, можно замутить с Эйприл. Что мы изготавливаем? Мы изготавливаем суп. Погнали в следующий день. Так. Вы решили, что ваш маленький питомец и так почти идеальный. Немного отполировали его. Может, почти что чистой тканью вы положили провода туда, где они должны были быть. И выменили песок из его щелей. Сияющий идеал. Отличная работа, капитан. Так, как он выглядит? Так он вообще как-то не поменял свой вид. Так. Изготавливаем суп. Продолжаем готовить суп. У нас... А где они... А, я ей дал суп. Окей. Слаба, слаба. Он доволен, энергичен, в норме. Научный специалист. Предприимчивый. Блядь, это самый лучший капитан. Он нихуя не делает, а зато они, блядь, пахают. Там, не знаю, вот, блин, всё, что хотят. Нифига себе, там уже трава растёт. По-моему, этой травы не было. Этой травы не было. Ладно. А где музыка? Чё-то мне это сейчас не нравится. Ладно. У вас есть любимая вещь? Спрашивает малыш. Моя вот, сообщил он, засунув руки в воротник скафандр и достав небольшой игрушечного супергероя, на котором написано «Антисоветчик». По его словам, это была его единственная игрушка, и когда родители заставляли его делать что-то плохое, он представлял себя героем всей Америки. Нифига себе история. А что вы любите, спрашивает малыш? Ещё раз, капитан. Он подозрительно осматривал кабину. У него что-то есть секрет? У него... У него что, есть секрет? Мне известно только то, что в настоящий момент вам дорого исключительно оборудование на борту, которое вы сами смастерили. Ну, наверное, лопата всё-таки. Это мой самый лучший предмет. Лопата... Ну, как сказать? Лопата... Это такой предмет, ты можешь его обнять, можешь его поцеловать, можешь им копать, можешь им убить, можешь кого-то закопать, можешь кем-то закопать. Короче, лопата... Самый классный предмет в мире. Поэтому это мой самый любимый предмет. Пипец, мне кажется, я выгляжу так же, как они. Мне нужен уже перерыв. Небольшой. Опа! А давай такой. Два белого цвета. Какая разница? Ну, давай тогда чуть под... Нет, давай белый цвет. Он гораздо... Приятен. Ну, кстати, мне тогда даже больше нравится. Напишите в комментариях, вам нравится больше жёлтый цвет или такой беленький? Тарарарарара. А кто-то хочет кушать? Нет. Ну, значит, всё хорошо. Мы сказали, что наш любимый предмет лопаты, делаем суп, всё хорошо. Диди ещё долго не придёт, поэтому можем уйти с Эйбер. Ой, блядь! Что, блядь? Ты кто ещё, блядь, такой? Нахуй! Что с моей лопатой? Пиздец. Робот. Да ла... Ты за собакой пришёл? Держи! Ебать! После того, как малыш Бронко попросил вас что-нибудь ему дать, вы жестом указали на лопату, стянувшуюся в углу. Красотища, сказал он. Малыш нежно взял лопату с мальчишкой ухмылкой. Он поднял сиденье... Он поднял сиденье своего стула, и показалось вам, какое... кое-какие детали. Что? Оказывается, он... Какое-то время собирал их про запас. Он некоторое время работал над лопатой, после чего показал вам новое и улучшенное устройство для копания. Он подня... Он поднял вас в воздух и сдавил в объятиях. Вы по-прежнему в ясном сознании. Что? Он дал мне улучшенную лопату? Чел-то, ты... Ты ткени что ли? Он хочет жрать. Окей. За улучшенную лопату я тебе дам покушать. Всё, больше никто не хочет кушать. Эм... Блядь. Робот стоит тут такой, а я, блядь, готовлю всем кушать. Не, я на тебя поебать, робот. Вот если честно. Вот ты меня испугал, сейчас. А я же сделал с ним превью. На крайний случай сделал ещё раз. Я просто не могу себе доверять. Капитан, что это было? Этот звук. Мои датчики регистрируют металлическое... инородное объекты на нашем корпусе. Ох, моя оперативка. Это же роботизированный эскандер смерти. Они, наверное, следили за нами. Они идут за нами. Углеродные формы жизни. Один из них забрался на борт. Шаттл. Капитан, удерживайте свою позицию. Пизде... В смысле? Стоп, погодите. Ой, блядь. Больно. Я нормально сяду. Что? Силач? А, члены экипажа. Что? Всей команды, да? Ну давайте биться с ними. Какая разница? Пиздец. Он реально на нас напал? Ты не за собакой пришёл? Ты именно напал? Объясни мне. Блядь, ну на нас напали. Эм... Интеллект в этом, ну, блядь, не поможет. Уворачиваться. Аптечки нет. Вот в этом есть прикол, то, что у нас нет аптечки. Поэтому изготавливаем аптечку как раз. Она слаба. Блядь, у нас двое слабо... Ладно, была не была. Мы будем его оббить. Пытаться чем-то бить. А, кстати, чё с диди? Чё с диди? Она уже должна прийти скоро. День 53. Что? Вы с другими членами экипажа побежали навстречу незваному гостю с воинственным вопли. Избили его с ног, забыв о необходимости сохранять способность Астрограждан. Последнего я не соотобряю. Но ценю ваши действия, благодаря которым вы выгнали его из шаттла. Хорошая работа. Блядь, а может он реально за собакой приходил? Типа... Блядь, надо... Чё занято? А, окей. Блядь, может реально надо было с ними поговорить, интеллект использовать? Ну, блядь, так или иначе, если это реально его собака, он должен второй раз прийти. И если он уже второй раз придёт, мы уже его атаковать не будем. Мы просто дадим ему собаку. Как-то просто выберем интеллект. Что в смысле? Я же тебе давал жрать. Ты... Эй, потому что ты слаба. Ну ладно, мне не жалко, я тебе дам покушать. Так уж и быть. Ну ладно, аптечка так или иначе тоже нужна. Поживём как-нибудь. Тревога. Боты-бористы... Ой, блядь, кстати. Не ожидал, да. Ладно, на это, наверное, всё. Вы сами знаете, где поставить лайк, тем более, где подписаться. С вами был Владжер. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!